Добрый день, друзья мои зрители! С вами доктор Константин. Сегодня я Тима Алексеевна Руко. Следующая точка ТР2ЕМН. Если мы воздействуем на нее внимательно, пожалуйста, то ее эхо отражается, либо сразу связывается с точкой переднесрединного меридиана ВЦ5ШМН. Итак, чем же такая универсальная точка ТР2 и точка ВЦ5ШМН? Давайте мы скажем, что точка ВЦ5ШМН является точкой Глашатай трех обогревателей. Что такое Глашатай? Это членник, который объявляет народу тот или иной приказ, либо то или иное волеизъявление кого? Императорского дворца. Либо тот или иной указ, который все должны немедленно исполнить. Вот представьте себе, насколько эффективность точки ТР2ЕМН может быть для нашего организма волеизъявления. Но когда это работает? Вот частенько очень многие кто пишет отзывы мне на электронную почту упрекают, что я больше скажем так, вспоминаю о диагностике 12 меридианов. Так вот, уважаемый зритель, критику воспринимаю положительно и сразу же положительным отвечаю, что если вы не будете знать в каком состоянии общий баланс энергетический, то тогда вы неправильно будете воздействовать на данную точку. И вследствие неправильного укола данной точки, либо воздействия на нее пробуждением, либо седатацией, успокоением, вы можете пробудить избыточную энергию, которая пойдет бурлить и человек получит удар негативный. Либо расслабить точку, в которой что? Тоже не хватает энергии. Вследствие человек еще расслабится больше и не получит желаемого результата. Вот почему мы частенько говорим, а когда я знаю в каком состоянии весь энергобаланс, знаю в каком состоянии 12 меридианов, а при чем здесь это? А при том, что воздействие на данную точку я сразу удваиваю, утраиваю эффект. Я сразу могу помочь человеку. Почему? Потому что я знаю, если все 12 меридианов воспалены, данную точку буду расслаблять, вследствие чего эхом отразиться на точке ВЦ5, ЧМН и что? Я расслаблю нижний обогреватель, средний обогреватель и верхний обогреватель. Вследствие чего? Пожалуйста, человек получит положительный сразу результат. Если у человека все 12 меридианов слабы, вялы и человек не способен в организм обрабатывать даже ту еду, тот завтрак, человек принял ему тяжелую, то через данную точку методом тонизации при слабой диагностике 12 меридианов я что? Активизирую нижний меридиан, то есть нижний тройной обогреватель, верхнюю, среднюю и верхнюю часть. Чем самым что? Запускаю полностью все органы и все системы тройного обогревателя. Вот зачем нужна диагностика 12 меридианов. Итак, чем же такая еще интересная точка ВЦ5, ЧМН? Ну, во-первых, это точка объединения всей энергии через тройной обогреватель. Вот представьте, вся энергия, которая приходит к нам, в наш организм, посредством питания, здесь обратите внимание чакры, также большинство находится по линии тройного обогревателя передно-срединного меридиана, который контролирует тройной обогреватель, что обрабатывается вся эта энергия и что дается нам с вами. Вот эта энергия. Вот вам, пожалуйста. И через точку ВЦ5, ЧМН, тройной обогреватель распределяет энергию по всем 12 меридианам. Вот представьте себе, насколько эффективна данная точка ЕМН, насколько она универсальна. Когда можно использовать эту точку? Эту точку можно использовать при всех заболеваниях от А до Я. Как состоявшейся, как острых, так и хронических. Вот так вот, пожалуйста. Как у взрослых, так и у детей, так и у пожилого возраста. Но ключевым понятием, как же все-таки заработает данная точка, как на нее нужно воздействовать, все-таки остается методика 12 меридианов, которая именно и раскрывает потенциал ЦИ. Человек видит картину Инь и Янь, видит картину движения энергии по 12 меридианам и в каком состоянии по отдельности каждый взятый меридиан. Спасибо за внимание.